Здравствуйте, меня зовут Наташа Холланд, и сегодня мы продолжаем наш рассказ о том, как сохранить красоту, молодость и здоровье. И первой части я посвятила тому, как оставаться молодой, как оставаться красивой и здоровой. В первой части я вам обещала, что далее мы будем говорить о том, что нам делать, когда мы уже заболели. И я хочу вам сказать, что самое главное в этом, это подготовить свой дух. Мы, конечно, говорим о людях, которые уже знают Бога. Если вы не знаете Бога, то вам необходимо его узнать, вам необходимо получить спасение, и необходимо бы иметь крещение Духом Святым. И мы ещё немного коснёмся этой темы, потому что это особая сила, которая даётся человеку свыше, и проявляется она тем, что человек говорит на и на иных языках. Это такой особый дар, который дан свыше от Бога. Как правило, те церкви, которые не верят в этот дар, они и не идут в дарах исцеления. Они не верят в то, что в наше время Бог может исцелять. Но это действительно так. Я этим живу, и так происходит в моей жизни. Моя семья – это здоровая семья. И если какие-то попытки дьявол делает прикасаться, прикоснуться болезнью к кому-то из членов моих семьи или ко мне, то мы сразу же тут же атакуем его. И именно об этом мы и будем говорить. Я буду вас учить о том, как я жила, о том, как я сохраняла себя, свою семью и сейчас храню с помощью Божьей, естественно, с помощью Духа Святого и через все дары Иисуса, который уже пострадал за нас и который дал нам вот этот дар исцеления, освобождения и другие дары Духа Святого. И вот я хотела начать с того, чтобы прочитать вам притчи 18.14, где говорится «Сильный духом одолеет болезнь, а надломленный дух кто может исцелить?» В другом переводе это же место перевели таким образом «Разум человека помогает пересилить болезнь, но когда угнетен дух, тогда перед недугом все бессильно». И действительно, вы знаете, наш разум – это то, откуда дух получает вот эту силу. То есть, если наш разум не обновлен Словом Божьим, то наш Дух, он слаб. И наш разум, он думает точно так же, как любой человек. Если болезнь пришла, ну что ж, теперь вот с этим я буду жить. Ну, в крайнем случае, я пойду ко врачу, если врачи мне помогут, хорошо, если нет, то капут. Вот таким образом мыслит человек, не знающий Бога. Но мы, мы знаем Бога. И в нас живет Дух Святой. И Дух Святой дает нам эту силу бороться с болезнью. Но нам нужно подготовить себя. Нам необходимо изменить свой разум мышлением библейским. Мы не должны иметь мирское мышление. И мышление библейское отличается чем? Написано в Библии, мы имеем Дух Святой. И это значит, что мы имеем разум самого Господа Иисуса. И это обозначает то, что мы думаем так, как Он. А чтобы нам научиться думать так, как Он, нам необходимо читать Его Слово. Нам необходимо проводить время с Ним. И становиться похожим на Него в наших мыслях и в нашем разговоре. Поэтому нам необходимо учиться то, как мы говорим. И необходимо правильно мыслить. И это поможет нам сделать Библия. Мы должны думать о себе, как о человеке здоровом. После того, как болезнь пришла, мы молимся и просим исцеления у Бога. И если мы просим, то Библия нам говорит, мы получили просимое. Мы должны принять это верой. И после того, как мы приняли это верой, нам не надо прикладывать грелки и начинать есть таблетки. Конечно, если же ваша вера не дошла до такой степени, то, пожалуйста, ешьте таблетки и, пожалуйста, не умирайте и не болейте. Идите ко врачу, если это необходимо. Но если вы начинаете верой возрастать, то вы начинаете пользоваться уже Духом Святым, теми дарами Духа Святого. Ведь это исцеление, оно уже в вас. И еще одно место я хочу вам прочитать. Это Римлянам 12, 2. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Вот в этом месте показан целый процесс, как обновляется наш разум постепенно, от одной стадии к другой. Вот воля Божия благая – это воля Божия, чтобы мы получили исцеление, чтобы мы не болели. Что если пришла болезнь, то, пожалуйста, обращайтесь к Богу и примите исцеление, Его воля, чтобы вы были исцелены. И не верьте никому, кто говорит, что Бог учит вас, посылая вам эти болезни. Это неправильно. Это против всего, чему учил нас Господь Иисус. Это против Его ран. Это против Креста. Он был распят, и Он взял на себя все наши немощи и болезни ради того, чтобы мы не болели. И второй этап – это воля угодная. Воля угодная Богу – это чтобы мы вообще ходили в божественном здоровье, чтобы мы вообще никогда не болели. Кто-то скажет, да это же невозможно. Возможно. Это возможно. Я живу таким образом. И, конечно, бывают моменты, когда дьявол атакует и что-то пытается подслать. Но я использую слово Божие и все дары Божии для того, чтобы противостать и изгнать это в моей жизни. И я хочу вам рассказать историю про одного человека. И многие из вас, те, кто христиане, вы уже знаете наверняка эту историю. А если не знаете, то я ее вам сейчас расскажу. Был такой христианин, это в 800-е годы, Джон Джи Лейк. И он был очень силен в знании и понимании того, что ранами Иисуса он исцелен. У него была группа людей, которые работали вместе с ним. Они ходили по госпиталям в те времена, и они исцеляли всех больных. Если человек не исцелялся, они садились с ним, они начинали обучать этого человека Божьему Слову. И потом говорили ему до тех пор, и молились до тех пор, и приказывали болезни уйти до тех пор, пока это не свершалось. Это случалось до такой степени, что госпиталя просто опустошались, и больных не было уже. И был такой случай, когда была очень страшная болезнь, что-то вроде холеры, или такое вот очень по тем временам. И была эпидемия, и он со своими называл их братья и сестры медицинские братья, медицинские сестры, да, медсестра, медбрат, он их так и называл. И они ходили по этим госпиталям, и они исцеляли этих людей. И когда один из работников медицинский подошел к нему и сказал, как здорово, что у нас существует вакцина, которая сможет нам помочь не заболеть вот этой болезнью страшной. Он говорит, а у меня нет никакой вакцины. Он как, да вы что, вы не вакцинированы, да вы что, он такой в ужасе. Он говорит, а смотрите, и там лежал человек, который уже умер от этой болезни. И он подошел, и он взял, вот у него вот так вот была слюна, и он взял рукой, вот пальцем эту слюну, и поставил ее под микроскоп. И они стали вместе смотреть. И этот человек, медицинский работник, доктор ли это был, и он, они просто, он увидел, как все эти микробы, все эти вот болезни, оно все прям вот на глазах, эти все страшные микробы, они умирали у него прям на руке. И это было видно. То есть, о чем это говорит? Он говорит, что этот человек Джон Джилейк, он настолько был наполнен Словом Божьим, настолько был наполнен силой Бога и помазанием Божьим, что оно не могло оставаться в нем. То есть, оно, я имею в виду болезнь, не могла прикасаться к нему, она не могла оставаться в нем, она не могла даже подойти к нему. То есть, все эти вирусы, они тут же умирали, пытаясь прикасаться к нему, они тут же умирали. Вот такая история. И мы можем в своей жизни достичь такого. И еще один уровень веры, и это вот как раз и есть тот следующий уровень веры, это совершенная Божья воля для нас. Это когда апостол Петр шел, и его тень исцеляла больных. Это когда Павел брали платки и кусочки ткани, и вот эти носовые платки отсылали больным. И они, брав их в руки, вот это вот помазание, оно оставалось, и они были исцелены. Вот и мы должны к этому стремиться, к совершенной воле Божией. Исайя 53, 4, 5 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извезвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Мы видим, что Библия учит нас, что Иисус забрал все наши грехи и все наши болезни. И поэтому мы знаем, что мы можем прийти к Нему и получить наше исцеление. И это уже свершился факт. Не то, чтобы мы должны просить и уговаривать, Господь, пожалуйста, исцели нас, исцели меня. А мы можем прийти с дерзновением и сказать, Господь, спасибо Тебе, Ты уже исцелил меня. И теперь, потому что Ты исцелил меня, я провозглашаю мое тело исцеленным. И я приказываю Тебе боль во имя Иисуса Христа, выйди вон из меня. Мы должны иметь вот этот вот тон победителя, и мы должны приказывать и брать власть. И у нас должно присутствовать, вот это таким же образом учил Джон Джилейк своих учеников, вот эта вот духовная злость, что ли, вот да, вот духовное такое негодование против дьявола. Понимаете, вот это вот чувство злобы, да, которое бывает у людей, мы должны его поворачивать не на других людей, а на дьявола. Потому что именно он виновник всех невзгод и виновник всех болезней, которые приходят на нас. Поэтому мы должны иметь вот это вот чувство дерзновения и таким образом атаковать нашего врага нашим Словом Божьим и применять все другие защиты, которыми учит нас Иисус в Слове Божьем использовать для себя. И вы знаете, что в Новом Завете слово «спасение» на греческом языке – это слово «созо». И если вы зайдёте в интернет и начнёте рассматривать значение, полное значение этого слова, то вы увидите, что это слово, оно обозначает не только спасение от грехов, избавление от грехов, да, но это слово также обозначает исцеление. Это слово обозначает целостность, в целом всё. Это слово, оно обозначает освобождение, освобождение от дьявола, его атак, от его порабощения нашего разума или даже нашего тела в той или в другой степени. Вот какое наполненное это слово. И я хочу вам рассказать сон, который мне однажды приснился. И вы знаете, что потому что Господь взял на себя все наши грехи и болезни, то мы можем смело провозглашать все симптомы, которые приходят к нам ложными симптомами. И это не будет ложь для нас. Это будет позиция библейская. Потому что если подходит головная боль, подходит вот этот первый симптом, вы его почувствуете и вы можете сказать, во имя Иисуса, всякая боль я провозглашаю тебя ложным симптомом, всякий симптом я провозглашаю ложным, выйди вон из моего тела. Я не принимаю тебя во имя Иисуса. И вот именно с этим связан мой сон, когда мне очень необычный, но он каким-то образом, вы знаете, как наши фильмы показывают, когда случается любовник, влезает на балкон к человеку, который живет внизу, который совершенно не знает, что происходит. Вот таким же образом мне приснилось. Снится мне, как будто бы я смотрю в окно, и у меня на балконе мужик, чужой, не знаю, кто это. И он вот такой стучится, такой весь несчастный, и просится, и говорит, пустите меня, мне тут так холодно. Я понимаю, откуда он, что он откуда-то сверху, и понимаю, что происходит, но мне почему-то во сне становится, жалко его. Я открываю дверь и впускаю, он проходит через комнату, выходит в зал, там находится мой муж, но мой муж человек неревнивый, и тут же этот любовник залазит куда-то на кушетку, накрывается, и начинает греться под одеялом, в общем-то и мухон. Вот нелепый такой сон, понимаете? Но, тем не менее, мне это приснилось. Вдруг я поворачиваю голову, к нам в дом врывается муж. Не мой муж, а муж того, чей любовник сбежал. Это прям как комедия какая-то. Сначала он прошел через зал, а потом заходит в эту комнату, где находилась я, и начинает что-то типа там махать руками, и типа, зачем вы там, ну, претензии свои предъявлять нам. И я смотрю сначала, молчу, а потом до меня доходит, что это он вообще делает в моем доме? Я говорю, а вы вообще что тут делаете? А ну-ка иди отсюда, говорю, иди, тебе здесь делать нечего. И я так начинаю, в общем-то, во сне его посылать, выгонять. И после этого я проснулась. Когда я проснулась, думаю, ну что такое? Такой странный, нелепый сон. Какое отношение он вообще имеет ко мне? И потом, позже, я начала молиться, и Господь стал давать мне объяснение. И это он, такое вот объяснение, что любовник, это вот прототипы такие, прообразы. Любовник – это ложный симптом, который стучится к тебе в дверь или в окно. Здесь в окно, как вор, который не имеет права тебе зайти, но он стучится. И вот когда он стучится, если ты его пожалеешь и впустишь, да еще дашь ему возможность пригреться, то есть грелочку, там еще что-то, начнешь жалеть вот этот симптом, ой, да вот тут вот больно, да вот надо это. И если ты начнешь жалеть его, то тогда, смотри, прибежит этот озлобленный муж. Это болезнь, которая тоже не имеет никакого отношения к тебе, потому что ты во имя Иисуса была освобождена или освобожден от этой болезни. Поэтому не впускайте этого ложного любовника, чужого любовника в ваш дом. Этот ложный симптом никогда. И тем более не впускайте этого мужа. Мужа чужого, чужую болезнь, которая не имеет никакого к вам отношения, потому что ранами Иисуса вы освобождены от любой болезни. И в этом будьте тверды. Ну что же нам делать, если все-таки вы заболели? Если все-таки болезнь пришла? Ну что ж, и Божья воля, благая она, чтобы вы были исцелены. Господь хочет, чтобы ранами Его вы были исцелены. И много всяких таких вещей Господь показывает нам через Слово Свое, что мы можем использовать и применять для того, чтобы получить это исцеление. Вера наша, она отслышанная. И поэтому наполните свой Дух Словом Божьим. Начинайте слушать, начинайте слушать проповеди. Если эта болезнь очень серьезная, то вы не работаете и находитесь дома. Окружите себя всем, что касается Библии. Погрузите себя в Слово Божие. Включайте все местописания. Прямо включайте Библию саму. Есть сейчас очень много всяких Библий, интересных, хороших переводов. И наш синодальный перевод хороший. Включайте и прослушивайте его. Те местописания, которые говорят вам к сердцу, вы их записывайте, выписывайте. И пусть это будут вашими местописаниями, которые вы будете провозглашать для себя. Слушайте хороших проповедников. Их много, очень замечательных проповедников, которые говорят про исцеление. Слушайте проповедников, которые дают свидетельства об исцелениях. Например, я знаю мой учитель библейский и мой отец духовный, я считаю, это Андрю Вомак. И я очень много слушаю его. И у него есть целые серии о том, как люди были исцелены, свидетельства, которые были подписаны и уверены, заверены врачами об этих исцелениях. Исцеления удивительные. Воскрешение из мёртвых. Исцеление от разных болезней. Синдром Дауна был прямо в чреве у матери, когда ставили этот синдром, то он был изменён, он был исцелён, ребёнок в чреве матери. И много, много, много других свидетельств. И я буду вам также рассказывать сегодня о свидетельствах моих личных, свидетельствах моих близких. Обязательно конспектируйте. Конспектируйте то, что вы слушаете. Пусть это пройдёт через ваши глаза, не только через ваши уши, когда вы будете конспектировать это ручкой. И вы скажете, у меня нет времени. А сколько времени займут ваши походы в больницу, в госпиталя? Сколько времени займёт то, что вы будете лежать в больнице или сидеть в очереди? Поэтому не жалейте своё время на самообучение духовное. Не будьте духовно безграмотным человеком или, тем более, христианином. Лука 10, стих 19-й. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». Следующий очень важный пункт, который нам надо знать для того, чтобы быть исцелённым, – это власть верующего. Нам необходимо научиться брать власть. В этом стихе, который был прочитан выше, говорится, что Бог дал нам власть. Это место, когда Иисус отправляет своих учеников, 70 учеников, и Он говорит им, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов». «И на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». Так вот, Бог дал нам всем эту власть наступать на змей, то есть наступать на всю вражескую силу. Что имеется в виду? Имеется ли в виду змея, которая ползает где-то? Нет, конечно же. Речь идёт о том, что Бог дал нам власть наступать на всякое демоническое воздействие, которое идёт в нашу сторону или в сторону любых людей, которые находятся рядом с нами. Поэтому нам надо быть уверенным в том, что мы имеем эту власть. Вот это вот знание этой власти, понимание того, что мы имеем, это очень-очень важно в нашей жизни. И я хочу вам рассказать одну историю, которая произошла со мной довольно много лет тому назад, когда я как раз изучала вот этот вопрос, я изучала власть верующего. И бывает у нас такое, вы знаете, когда мы изучаем о власти верующего, мы идём немножечко сверх того, что надо. В каком смысле? Что мы во всём и везде видим дьявола, которого мы под каждым кустом связываем и проклинаем и отправляем. И это очень важно понять, что когда мы стоим в этом обучении, когда мы учим себя о власти верующего, мы должны уделять также много времени тому, чтобы славить Бога. Не концентрироваться настолько в том, что кругом одни дьяволы, и мы, в общем-то, избавляемся от них каждую минуту, и у нас весь наш день заполнен тем, что мы только об этом и говорим, и только об этом и молимся. Это хорошо, что мы молимся об этом, это хорошо, что мы используем свою власть, но мы должны понимать, что Господь Иисус, Он уже победил сатану, и Он уже под нашими ногами. И если кто-то там попытается, мы должны просто так вот топнуть и сказать, цыц, во имя Иисуса пошёл вон. Вот такое отношение должно быть. Мы намного выше, мы вот здесь, мы сидим по правую руку нашего Отца Небесного. И это должно быть в нашем понимании, прям вот внутри, до такой степени, что мы должны это понимать, это понятие нашей власти. И мы можем порой просто ходить и прославлять Господа, и это подействует намного сильнее на дьявола и на всякую вражу сил, всяких демонов, которые атакуют нас, ещё более, чем просто, когда мы будем говорить. Понятие власти, оно вот здесь и ещё больше вот здесь должно быть. И вот теперь, возвращаясь к своему сну, и когда я вот так вот себя обучала через Слово Божие, то мне приснился сон ночью, и мне снилось, как будто бы меня атакуют вот эти вот демонические силы. И от страха я проснулась. Проснулась, и вот это вот присутствие неприятное, оно находилось вокруг меня, и я прям чувствовала это. И тогда я взяла вот это вот и провозгласила во имя Иисуса Христа, пошёл вон от меня. И как только я сказала вот это, у меня вот здесь вот сбоку лежал блокнот и лежал карандаш. И как только я произнесла это слово во имя Иисуса, и вот когда я вот это сказала, видимо, я с такой силой это сказала, именно духовной силой, что вот этот карандаш, он вот так вот отскочил. Я прям услышала, как грохнул. Я аж сама вздрогнула. Отскочил в другую сторону. Не просто на пол упал. Хотя я его не трогал. Он отскочил в противоположную сторону к стене. Мне это было немного и даже жутковато. И сначала я думала, и очень долгое время я думала о том, что это, наверное, какой-нибудь там димон сидел невидимый. И когда я это сказала, он так вот прыгнул, и карандаш внестесним отлетел. Ну, вот такое так вот случилось. Но сейчас я прихожу к другому мнению об этом. Сейчас я думаю, что это слово, которое вышло, слово власти. Ведь слово власти, оно ведь не в том, как громко или тихо мы говорим. Мы кричим, значит, это слово власти. Нет. Слово власти – это ваша внутренняя убеждённость и знание того, что вы имеете эту власть. Поэтому, когда вы говорите, вот это вот внутреннее состояние должно быть, присутствовать. И вот именно вот это и случилось в тот момент. Потому что я на тот момент изучала этот аспект. Вот поэтому я вам всем советую обязательно зайти, найти хорошее учение о власти верующего. Мы знаем Кеннес Хейген, у него очень хорошее обучение. Тот же Андрю Вомок. И вы можете взять Кеннеса Копланда. Я верю, что есть многие хорошие русские проповедники, которые проповедуют замечательно о власти верующего. Вы можете напрямую изучать Слово Божие и выписывать местописание. Но почему хорошо, чтобы вас обучали? Я верю в это, что надо доверять. Многие пастыря, например, говорят, я вот такое слышала, что только Библия, только Библия, не надо чему-то там научитесь, смотрите. А я думаю, что нам надо доверять Духу Святому, что Он может нам сказать и показать, когда идут неправильные вещи в наш Дух. Наш Дух, Он будет отторгивать, Он будет это отталкивать. И мы будем понимать, что Слово, которое нам идёт из интернета или даже откуда из любой церкви, это Слово идёт по сердцу Божьему. Это будет приятно нам. То есть мы будем это чувствовать в Духе. Если это Слово будет вас разрушать, если вы будете чувствовать себя тяжело или большая вина будет ложиться на вас, обвинение, обвинение идёт за обвинением, то не слушайте таких проповедников. Если вы потеряли мир после проповеди, то не слушайте таких проповедников. Если вы прослушали проповедь, и ваш Дух взлетает, и вам хочется летать, вы радость пришла к Богу, то слушайте таких. Вы будете водимы Духом, поэтому не бойтесь. Дух Святой, Он силён обучить вас через других проповедников и через Своё Слово. И, конечно же, сверяйте всё со Словом Божьим. Для этого вам и дано оно, чтобы всё сверять. И всё-таки Слово отслышание, и слышание, и слышание, сколько раз слушать надо, до тех пор, пока не исцелитесь. Слышание Слова Божьего. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok